Привет, господа. Ничего не замечаете? Да, волосы. Появился объем, не так ли? Признаю, я не уделяю достаточно внимания своим волосам. Возможно, все дело в армейской привычке, стригись коротко и не думай о волосах. Но приближаясь к 50 годам, я обнаружил, что волосы сверху головы начали истончаться. Они вроде бы не выпадают, но я заметил, что когда я не делаю укладку после душа, то везде, кроме передней части, волосы лежат, не создавая объем. По мере взросления, особенно когда тебе уже за 30, волосы в верхней части головы становятся тоньше. Итак, первый шаг для придания объема – вымыть голову и нанести средства для ухода, прежде чем приступать к укладке. Это кажется очевидным, но многие мужчины пропускают этот шаг. Однако дело в том, что на волосах могут оставаться остатки средств для волос или масла, и это делает волосы тяжелее. Вот почему важно вымыть голову шампунем. Смойте все, что есть на ваших волосах. Лучше использовать шампунь кондиционер, но не переусердствуйте и убедитесь, что вы все как следует смыли теплой водой. И, наконец, правильно сушите волосы. Многие тут привыкли не церемониться. Мы со всей силы трем голову полотенцем. Но лучше просто промокнуть, а лучше выжать воду из волос при помощи полотенца. Опять же, смысл всего этого – смыть с ваших волос все лишнее. Возможно, это остатки воска для волос, или это просто жир, который появился за ночь. Волосы должны быть чистыми готовыми для укладки. Пункт второй – убедитесь, что у вас есть инструменты для укладки. Их существует огромное множество. После этого урока мы поговорим о разновидностях расчесок и о том, как подобрать подходящую. Затем нужно нанести средства перед укладкой. Их наносят на еще влажные волосы, а затем сушат феном. Перед тем, как вы почти высушили волосы, но никогда они еще совсем сухие, тогда мы наносим основное средство. Важный момент – если вы хотите объем, вам нужен фен. Серьезно, именно эта штука придает вашим волосам объем после того, как вы закончили укладку. Признаюсь честно, многие годы я не пользовался феном, потому что считал, что жар вреден для волос. Плюс, фен громко работал. И я также был уверен, что им трудно пользоваться. Хотя даже не пробовал. Но что, если я скажу вам, что существует компания, решившая эти проблемы? Наш спонсор – Leifon. Их фен – SWIFT. Я влюбился в эту штуку. Первым делом поговорим о температуре. Большинство фенов дуют очень горячим воздухом. Это очевидно, не так ли? Но фен SWIFT от Leifon работает иначе. Благодаря более мощному мотору скорость воздушного потока выше. Поэтому температура воздуха ниже, и это не повреждает ваши волосы. Однако ее хватает для придания формы и выпрямления. А электроника фена проверяет температуру 100 раз в секунду. Проще говоря, больше воздуха, меньше жара, волосы не страдают. Поговорим, насколько он тихий. 59 дБ. При этом, фен невероятно легкий и сбалансированный. Мотор располагается в рукоятке. А также, мне очень нравятся магнитные крепления насадок. Менять их очень просто. Фен доставляется бесплатно. Вам дают 30 дней на возврат, 2 года гарантии, а ожидаемый срок работы – 1000 часов. Если пользоваться по 10 минут в день, то получаем 16 лет использования этого великолепного фена. Да, кстати, фен предлагается в различных расцветках. Он очень изящный и не занимает много места. Господа, если вы хотите придать волосам объем, переходите по ссылке в описании к этому видео и приобретайте фен SWIFT от Leifen. Итак, третий шаг – нанести средство перед укладкой до того, как вы включите фен. Это очень важно. На этом этапе вам не нужно жестко фиксировать укладку. Выбор тут очень большой. Гель, крема. Я рекомендую пользоваться кремом. Гель, как правило, слишком тяжелый для тонких волос. А если вы хотите еще более легкое средство, я рекомендую спрей с морской солью. Его несложно найти и он на водной основе. Это означает, что он быстро выветривается, оставляя на волосах лишь тонкую солевую пленку, которая также легко смывается. Спрей придаст волосам текстуру, небольшой объем и зафиксирует их. Шаг 4. Переходим к фену. Итак, прежде всего давайте разберемся, в чем смысл использования фена. Он нужен для теплового воздействия на волосы. Воздух из фена проходит сквозь волосы и сушит их быстрее, чем естественная сушка. Но ключевой компонент – это жар. Итак, нужно ли использовать при этом расческу? Вообще-то не обязательно. Если у вас хорошие волосы, то порой достаточно просто направить фен в нужном направлении. Я всегда начинаю сушку с задней части головы. Кто-то любит начинать спереди, но я предпочитаю сзади, чтобы не забыть о задней части головы в процессе. Не сказать, что я очень стараюсь, я даже не смотрю, что у меня получается. Опять же, кому-то удобнее пользоваться пальцами, я пользуюсь расческой. Все зависит от того, как себя ведут ваши волосы и то, к какому результату вы стремитесь. Расческа же нужна для натяжения волос. Какую же расческу выбрать? Как видите, я использую подобную расческу. В ней расположены отверстия, через которые проходит воздух из фена. Но можно использовать и плоскую расческу. На ней гораздо больше щетинок, которые создают достаточное натяжение. Касательно расчесок, их существует сотни разновидностей. Я не люблю, когда щетинок очень много, потому что мне кажется, что они прижимают волосы к голове. Таким образом, тем, у кого более длинные волосы, нужна расческа с повышенным натяжением, чтобы распрямить их. Тогда вам нужна 9-рядная расческа. И, наконец, если у вас очень кудрявые волосы и вам также нужно их выпрямить, тогда я рекомендую круговую расческу. Длина такой расчески зависит от длины ваших волос. Если у вас волосы не очень длинные, выбирайте круговую расческу покороче. Если длинные, то длиннее. Как видите, я расчесываю волосы в нужном мне направлении. Но прямо перед тем, как закончить, когда волосы на 75% сухие, я начинаю расчесывать их в обратном направлении. Благодаря этому, волосы приобретают больший объем. Как вы видите, я далеко не эксперт в обращении с таким типом расчесок, но я стараюсь вытянуть волосы наверх, пытаясь выпрямить их, чтобы спереди получился объем. Итак, на этом этапе волосы почти сухие на 75%. Теперь переходим к пятому пункту нанесения средств для укладки. Подобных средств существует множество, взгляните на табличку. Все зависит от уровня фиксации и уровня блеска. Я бы посоветовал экспериментировать, но если вам нужно больше текстуры, и у вас тонкие волосы, то есть ряд средств, на которые стоит обратить внимание. Я пришел к выводу, что лично мне подходят файбер и матовая глина. Я не стремлюсь к сильному блеску или текстуре, но мне нужен достаточный уровень фиксации, чтобы из-за ветра мои волосы не ложились как попало. Вот, взгляните. Я наношу не так много средства, как многие думают. Растираю между пальцев, а затем наношу на волосы. На данном этапе у вас несколько вариантов. Если какое-то средство сцепляет ваши волосы вместе, но вам нравится этот эффект, то пользуйтесь им. По сути, больше вам ничего не нужно. Не забывайте о мелочах, возможно, добавьте немного воды, чтобы чуть изменить укладку и выпрямить волосы. Но если вы стремитесь к более естественно выглядящему результату, то воспользуйтесь расческой. Опять же, я рекомендую использовать ее в сочетании с феном. Расчесывайте в нужном направлении. Это поможет более равномерно распределить средства и разделить слипшиеся волосы. Вуаля, на этом все. Разумеется, тут нет четких правил. Можно выбрать другие средства или расчески. Во-первых, давайте поговорим о средствах перед укладкой. Потому что многие мужчины о них забывают. Я предпочитаю пользоваться простыми средствами на водной основе, которые не утяжеляют тонкие волосы. Если же у вас сильные волосы, то можете обратить внимание на гели или крема. Я сам пользуюсь кремом, проблем никаких. Но если у вас тонкие волосы, то осторожней с маслами. Масло – это отличный вариант для толстых, сильных волос. Но если они у вас тонкие, то масло ложится на волосяную луковицу, и волосы липнут к голове. Поэтому будьте аккуратнее с маслами, если у вас тонкие волосы. Итак, далее расчески. Я уже говорил про расчески с отверстиями. Мне они очень нравятся, и я к ним привык. Мне также нравятся двусторонние, с длинными и короткими щетинками. Длинные щетинки позволяют проще дотянуться до основания волос и выпрямить их. Но что насчет остальных расчесок? Я немного рассказывал о них, но давайте поподробнее. Итак, плоская расческа. По форме напоминает весло, и на ней множество щетинок. Такие расчески очень удобные и нравятся многим. Но что в них особенно здорово? Они помогают расправить хохолки. Да, у многих из нас сзади часто появляются хохолки один, два, а иногда по три, четыре. Эта расческа отлично помогает, если вам нужно распрямить волосы, не прибегая к чрезмерному натяжению. А вот если у вас более длинные волосы, тогда вам нужна девятерядка. Щетинки на них длиннее, это придает дополнительное натяжение и помогает расчесывать волосы. Но расческа гребешок в этом плане вне конкуренции, если вам нужно как следует расчесать отдельный участок. Замечу, что если у вас хорошие, послушные волосы, то пользуйтесь гребешком во время сушки, а не просто укладывайте их пальцами. Возможно, вам интересно, в чем разница между гребешком с частыми зубцами и редкими зубцами. Все зависит от того, к какой текстуре и укладке вы стремитесь. Если вам нужна более гладкая, ровная укладка, остановитесь на частых зубцах. Если вам нужна текстура, выбирайте гребешок с редкими зубцами. Господа, если вам понравилось сегодняшнее видео, то сделайте одолжение и поставьте лайк. Ведь каждый лайк помогает такси найти семью. Серьезно, я люблю всех животных. Кошек, собак, лошадей. Я рос в окружении разных животных. Я могу даже целое видео про это снять. Ну так вот, когда вы ставите лайк, алгоритмы ютуба понимают, что это достойное просмотр видео. А теперь поговорим немного о средствах для укладки. Еще раз, выбор зависит от того, какой вам нужен уровень фиксации и блеска. Взгляните на инфографику. Выбор огромный. От муссов до воска, файберов, помад. Все зависит от ваших задач. Но если вам нужен объем и у вас тонкие волосы, запомните следующее. Помада для волос полезна, когда вам нужно добиться блеска. Но в случае с тонкими волосами, помада сделает их тяжелыми. Они прилипнут к голове. Если вас это устраивает и вы готовы к тому, что остатки средства будет нелегко вымыть, то помада то, что вам нужно. Но опять же, тонкие волосы станут тяжелыми. Поэтому имейте это в виду. Особенно, если ваши волосы тонкие именно сверху. Но в остальном это средство превосходно, хоть его и нелегко смыть с волос. Я же предпочитаю воск или файберы. Их гораздо проще смывать, и они придают волосам дополнительную текстуру. Но опять же, если у вас тонкие волосы и вы стремитесь добавить объема, не переусердствуйте. Я сам часто этим грешу. Но вот что здорово, даже если вы переборщили со средством, вы можете просто смыть его и уложить заново. На это уйдет всего несколько минут, особенно если у вас есть подходящий фен. Буквально две минуты, и ваши волосы сухие и выглядят прекрасно. Это отличный способ поменять свой стиль, придать волосам больше объема и визуально сделать вас выше. Итак, господа, что посмотреть дальше, как насчет лайфхаки для гигиены, которые сделают вас красивее. Это очень полезные советы. Мне самому очень нравится это видео. Оно новое, поэтому если вы еще его не смотрели, взгляните. Это очень толковое видео. Обещаю, кликните сюда, и вы волшебным образом перейдете на него.